День 1904. Алекс на связи. Комфорт в умном доме в части отопления, наверное, понятен, что это определенная температура. И вроде как, если она устраивает, то значит все хорошо. Но в части освещения, конечно, здесь уже сложнее, что такое комфорт понять и вообще как его обеспечить. Потому что понятно, что если освещения очень много, например, постоянно включается какая-нибудь люстра, всеми лампочками на максимальный режим, то может быть не очень приятно, например, вечером или если ночью куда-то пошел и нужно включить свет, чтобы что-то взять или увидеть, то включение такого светильника, это будет не всегда комфортно. Ну и много других способов управления светом, потому что есть там понятие, что типа есть теплый свет белый, есть холодный белый свет. То есть это тоже иногда там полезно и в разное время суток и в разных условиях разное освещение, оно, конечно, тоже имеет смысл. Можно, конечно, купить какую-нибудь умную лампочку, которую все эти режимы может обеспечить. Она цветная, например, лампочка. У нее есть режимы и управления белым светом, и цветным цветом, но еще и, может быть, там разную яркость может устанавливать. Но такие лампочки, во-первых, не стоят довольно дорого, но и само управление такими лампочками, оно может оказаться настолько сложным, что никакого комфорта не будет. То есть, например, если с помощью голоса пытаться управлять вот такой умной лампочкой, например, с помощью колонки Яндекс или какой-то другой, то иногда просто непонятно, как сказать, чтобы включить какой-то определенный цвет. Ну, понятно, что можно сказать, включи красный, она включит красный, но, в общем-то, может быть, и не тот красный нужен был. А если нужна там еще яркость поменьше, то это будет очень сложная команда. Возможно, колонка даже не поймет, что там с одного раза нельзя сказать, какую яркость установить или какой конкретно цвет. Например, ну, можно сказать, включить свет, она, может быть, и даже и сообразит, и включит. Но, например, если нужен какой-то такой эффект заката, например, то уже так командой будет довольно сложно. Потому что не во всех светильниках или лампочках умных такой режим предусмотрен, ну или какой-то, допустим, привычный режим. То, соответственно, тогда можно будет сделать, конечно, немножко по-другому. Можно добавить на этой колонке сценарий с голосовой активацией. Это там специальные такие способы. И указать там, например, включи закат. И уже в этот момент дальше в сценарий приписать, что если эта команда поступила, то, соответственно, включится там, допустим, какой-нибудь теплый свет. И еще нам, допустим, на какой-то яркости определенной. И на каких-то определенных светильниках. То есть, может быть, не на всех лампочках такой режим нужен. Иначе будет не закат, а будет какой-нибудь пожар. То есть, это тоже может оказаться не очень удобным. Таким образом можно сделать такую команду. Ну, там будет еще отдельная команда. Выключи свет. Ну, понятно, что если это лампочка, то, возможно, она просто отключится и все. Если это нужно, допустим, поменять на какой-то другой режим, то придется для этого режима делать свою такую дополнительную команду с такой голосовой активацией по определенной фразе. Ну, если используются, допустим, какие-нибудь датчики движения. Для того, чтобы когда ночью идешь, допустим, по коридору или заходишь в какую-то комнату. Например, у меня сделано так, что на кухню когда захожу. Там есть небольшой светильник, который в качестве ночника работает. Это удобно. Он включается. Там не очень ярко. И, соответственно, не надо там дополнительный свет включать какой-то. То есть, его вполне достаточно для того, чтобы там видеть какие-то предметы. А если нужно действительно уже там включить яркий свет. Ну, во-первых, у меня там используется несколько разных отдельных светильников. Ну, они потолочные такие. То я могу включить не все сразу, понятно. А какие-то там один из них. Например, у меня такой включатель стоит умный. На нем три клавиши. И, соответственно, он управляет тремя лампочками. То есть, я могу либо все сразу включить. Либо какую-то определенную. Либо там два из них. Это тоже бывает для комфорта. Например, если кто-то находится в одной части комнаты. Я могу включить только там, где мне надо. Или, например, в спальне. У меня там используются два бра. И, соответственно, еще есть потолочная люстра. Сама люстра, она используется только, по сути, в одном режиме. Когда нужно, чтобы было максимально светло. Например, нужно там все это найти. Посмотреть какие-то документы. Еще что-то. А когда в обычном режиме, то достаточно включения эмбра. И тогда уже понятно, что на них, конечно, можно было бы придумать какие-то разные режимы. Там поставить какие-то диммируемые лампочки. Или еще каким-то образом. Но выключатели с помощью диммирования. Их не так много в протаже. Они стоят дороже. Но, на самом деле, и диммировать вручную это не очень удобно. То есть, постоянно возникает ситуация, что либо яркость высокая. Либо яркость низкая. Хотя у них есть режим такой, что когда нажимаешь на кнопку. Обычно либо включение, либо включение происходит. И на ту яркость, которая была установлена. Ну, если, например, ночью нажимаешь кнопку, то он все равно включится. Но на той яркости, какая была, это может быть очень ярко. Какой смысл, что потом можно быстро уменьшить яркость с помощью диммирования. Уже будет бесполезно. Уже все проснутся. А если там дети маленькие, они начнут кричать. И вообще будет полный хаос. То есть, конечно, это не очень удобно. Но я, на самом деле, не использую диммируемые выключатели. Не вижу у них большого смысла. С помощью голоса, конечно, иногда это полезно. Но, по большому счету, самый удобный способ диммирования, это с помощью сценария. Просто заранее предусмотреть. У меня так сделана громкость на колонках. Она автоматически ночью понижается до минимальной. Потому что за днем слушают громко. И понятно, что если ночью в колонки обратиться, она начинает кричать, что все проснутся. Поэтому у меня сделано таким образом, что все колонки переходят в тихий режим. Ну, и также моем со светом. То есть, просто если наступило время после заката. Или, например, вечерний определенный, например, на время указать. Или после 12 ночи. То тогда можно везде все светильники перевести в режим пониженной яркости. Но при этом включение и выключение будут происходить полностью. Ну, либо некоторые светильники в принципе не используют. Например, если с помощью одной кнопки включается свет определенный. То можно сделать так, что эта кнопка будет в разное время работать по-разному. Например, у меня так сделано с датчиком присутствия. Что если мне надо, чтобы не весь свет отключался. То будут включаться только определенные светильники по этому датчику. Если мне надо, чтобы вообще ничего не включалось. То есть режим, что задача присутствия отключается. И тогда он будет функционировать только для таких небольших светильников, типа ночник. Если мне надо, чтобы, допустим, еще в такое вечернее время. И тогда он может включать много света и поддерживать освещение. Либо, например, выключать, когда вообще все ушли. А не включать сам. То есть это тоже такой отдельный режим управления по датчику присутствия. Ну и удобно управлять, например, в спальне или каких-то других комнатах таких, где много светильников находится. Чтобы каждому светильнику не надо было подходить отдельно, нажимать там кнопку. Часто, конечно, никто не предусматривает такой способ, что есть настольная лампа. И есть, например, около двери отдельный выключатель, который может управлять этой настольной лампой. Скорее всего нет. Лампочка она самая простая. И даже если она умная какая-нибудь, то все равно дверной выключатель он не сможет выключить эту лампочку. Но у меня сделано таким образом, что выключатели мне удалось с помощью провода включить бра в спальне. И тогда я могу либо у двери включать определенные бра и выключать их. Если мне надо около кровати выключить, то уже это все стало намного сложнее. Мне пришлось поставить такой беспроводной сценарный выключатель. Ну, можно использовать кнопку Xiaomi или Acara какую-нибудь, либо аналогичный. Который позволяет отдать команду в систему в новодома. А дальше уже эта система, она просто передает этот сигнал, ну эту команду на выключатель. Который около двери находится и он включает определенный бра. То есть, это такой способ работы. Он довольно удобный. Ну, можно с помощью голоса сказать. Например, если я уже лег спать, я говорю, выключи свет и у меня отключается весь свет в комнате. Это тоже такой неплохой режим. На самом деле, есть еще другие сложности. Что если, например, говоришь включи свет, то часто все устройства, которые называются свет, они включаются. Но понятно, что можно просто, допустим, часть светильников сделать с таким типом. А, например, люстру центральную не делать типа света, а сделать типа выключателя. Но тогда получается, если, например, захочется включить люстру, то нужно будет говорить включи люстру. Иногда можно просто забыть, как называют устройство или светильник определенный. И вообще включить не получится. Если предусмотреть такой режим, что в зависимости от времени суток, например, команда включить свет будет переводить к разным действиям. Например, если это еще не ночь, то будет включаться действительно весь свет, включая люстру. А в ночное время будет включаться либо ночник какой-то определенный, либо те же бра, которые не будут сильно там вступить. Это тоже удобно. Ну и дополнительно по освещению еще есть много других способов, как сделать его комфортным. То есть можно, например, использовать либо по датчику движения в проходных местах, например, в коридоре. Чтобы каждый раз там не думать, как включить свет и как пройти. Что действительно, если человек идет, то датчик обнаружит движение и крутит какую-нибудь небольшую подсветку. Ну и если это дом, то может быть подсветить лестницу, чтобы с него случайно не упасть. В целом получается, что это тоже удобно будет, когда такой ночник будет срабатывать практически постоянно. Он не сильно будет раздражать. Даже если не требуется. Ну, есть еще и датчики освещенности. То есть можно по этому способу определять, что если действительно потребность такая есть. Например, по датчику освещенности видно, что темно в коридоре, то тогда свет будет включаться. Если светло, то тогда он, конечно, может и не включиться. Но есть еще, конечно, способ, когда просто оставить постоянно какой-то небольшой светильник. Но это будет иногда раздражать. Например, ночью хочется, чтобы было темно. А, допустим, свет из коридора будет попадать в комнаты. И будет радостнее заснуть. Или это будет отвлекать. То есть эти тоже моменты нужно учитывать. Но я на самом деле еще использую такие совсем простые светильники, работающие на батарейках. Ну, по сути, на аккумуляторах. У которых есть датчик движения, есть датчик освещенности. А это используется как дополнительный такой способ освещения. Например, если вдруг какой-то сценарий неправильно сработал. Или мне некомфортно. Все равно этот самый простой светильник. Ну, может быть, система у него дома зависла. Или там интернет пропал. Или еще какая-нибудь проблема случилась. То такой светильник, он все равно включится. Да, он может быть не очень яркий. И понятно, что в любой момент батарейка может сесть. И его нужно будет заряжать. Ну, по крайней мере, как такое временное решение. Которое, ну, вспомогательное. Которое используется только там время от времени. Это, конечно, удобно. Например, если у меня свет включился без проблем. Там быстро. То такой светильник даже сработать не успеет. А если по какой-то причине у меня сценарий вообще не сработал. Или сработал не так, как надо. То такой светильник поможет. И там уже не останется в полной темноте. Ну, и даже если свет выключен. Например, там пропадет электричество. То такие светильники, они тоже будут помогать. И обеспечивать комфорт части освещения в умном доме.